Крупный пожар на танкистов уничтожил несколько частных домов. Он произошел вчера около трех часов дня. По рассказам очевидцев, огонь мгновенно перекинулся от забора на жилые помещения. С места ЧП материал Елены Губенковой. Собака заметалась, вышел на ульт. Вон, Жужа, иди сюда, главная героиня. Вот, заметалась, смотрю, что собака мечется. Выхожу, у соседей горит забор. Только собака спасла его жизнь. Когда Владимир увидел начинающийся пожар, попытался потушить его сам. Но было уже поздно. Огонь почти сразу перекинулся на его дом. Успел схватить документы и отогнать машину. Знает точно, виноваты соседи. Маленький ребенок со спичками поиграл. Банально. Вот все как хотите. А вы точно это знаете? А мне соседка сама сказала. Она лет шесть назад чуть нас не спалила. Вечером окурок бросили. Такая же сушь была. Успела я свет отключила, кнопки нажала. Газ потом перекрыла. Огонь спалил и ее жилище. Дом Анны Сизенцовой пострадал чуть меньше, чем соседние. Пожар уничтожил только крышу, но остались целые и стены, и вещи. Огонь, говорят погорельцы, распространился мгновенно. Моментально, быстро. Я вызвала пожарных. Руки трясутся. Ну, кое-как все-таки это самое. Сказали, сейчас едем. Страшно. Ой, как страшно. Это непередаваемо, как страшно. Кто успел, спас документы и вещи. Но на это у жителей были считанные минуты. Огонь полностью уничтожил два жилых здания. Еще несколько соседних домов пострадали в меньшей степени, но их владельцы все равно в панике. Чтобы восстановить жилище, нужны немалые средства. Потушить огонь пожарным удалось довольно быстро. Но спасти дома они бы не смогли. Пламя одно за другим охватывало жилые помещения. Потушение пожара осложнялось тем, что все здания деревянные, пятой степени огнестойкости, значит, сплошная застройка, то есть нарушены противопожарные разрывы между домами. Из-за этого пожар очень быстро распространялся по постройкам. Два дома восстановлению не подлежат владельцы остальных. Пострадавших жилищ уже думают, где взять деньги на ремонт. Но говорят, это не так страшно. Главное, на пожаре никто не пострадал. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.